Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Сто-летие Лии Шакировой. Олимпиада в IT-лицее. Открыт набор на бесплатные курсы татарского языка. Исследователи Казанского федерального университета стали победителями конкурса 2021 года на получение грантов Российского научного фонда. В список вошли сразу несколько представителей Казанского университета. Один из них – Айрат Демиев. Более подробно о грантах и разработках наших ученых мы расскажем вам в следующих выпусках. В Казанском университете состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Все подробности далее. В Казанском университете На заседании была затронута тема цифровых образовательных ресурсов. Так, Рушан Сахбеев презентовал новый проект группы Сбер – акселератора Сбер Стьюдент, с помощью которого участники смогут развивать бизнес-идеи и продвигать коммерческие проекты. И демо-дэй, так называемый, в августе-сентябре состоится, когда 25 лучших команд страны смогут презентовать свои идеи топ-менеджменту Сбера и крупнейшей корпорации. Победитель, в принципе, имеет возможность войти и в том числе делать этот бизнес вместе со Сбером. То есть это тоже та часть, которая позволяет получить ресурсы, деньги, возможность и, самое главное, возможность масштабирования своих идей. Также на заседании обсудили и вакцинацию населения. Ильшат Гавуров отметил, что руководство республики поддержало инициативу Казанского университета по организации выездной вакцинации сотрудников вузов Татарстана. Это инициатива безвозмездная. У нас есть собственная поликлиника, закрепленный контингент порядка 90 тысяч населения. Тем не менее, мы помогли тоже в свете оказания содействия Минздраву республики Татарстан провести для вузов выездную вакцинацию, если вузы на это готовы. Еще одной темой на повестке дня стало рассмотрение четырех кандидатур на должность ректора КНИТУ КАИ. Сейчас этот пост занимает Альберт Кельмуддинов. Рассматриваются три сотрудника КНИТУ КАИ. Заведующий кафедрой технической физики Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Алексей Лопатин и директор Альметьевского филиала Светлана Юдина, а также директор Набережно-Ченнинского филиала Казанского университета Махмуд Ганеев. Участники заседания ознакомились с программами развития КНИТУ КАИ каждого кандидата и подвели итоги. Значит, мы поговорили о слабых сторонах и сильных сторонах каждого из вас. Мы не будем здесь озвучивать, но по общему мнению, единогласно, без каких-то против, все вы рекомендуетесь. И я подпишу рекомендацию аттестационной комиссии на всех кандидатов. В информационном агентстве «Татарынформ» прошла татароязычная пресс-конференция, посвященная организации и проведению курсов татарского языка для населения. Все подробности далее. В мероприятии приняли участие директора Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радив Замаледдинов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая Рамиль Мергазитов и профессор кафедры общего языкознания и тюркологии, руководитель курсов Альфия Юсупова. Данные курсы организуются Казанским федеральным университетом и комиссией при президенте по изучению и сохранению татарского языка. За короткое время на курсы регистрировались более 900 человек. В этом году есть отличия при организации данных курсов, потому что курсы будут организоваться и в Казани, и на филиалах Казанского университета в городе Елабуге и набережной Челны. Группы формируются по уровню владений языком. Будут группы для начинающих, продолжающих и продвинутых знатоков языка. В каждой группе будет своя методика. В начинающих группах основной метод – коммуникативный. Здесь прежде всего обучают разговорному татарскому языку. В продвинутых и продолжающих группах будут давать лингвистический материал. Также будут организованы походы в татарские государственные театры с последующим обсуждением спектаклей на уроках. Запись на бесплатный курс татарского языка идет и сейчас. Она продолжится 21 февраля. Все подробности на сайте Казанского университета. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная столетию со дня рождения доктора педагогических наук, известного ученого и методиста Лии Шакировой. Все подробности далее. Лия Шакирова окончила Башкирский государственный педагогический институт, затем поступила в Академию педагогических наук и после защиты кандидатской диссертации посвятила всю свою жизнь работе в Казанском университете. Она на протяжении многих лет возглавляла кафедру русского языка и методики его преподавания. Под руководством Лии Шакировной защитили кандидатские диссертации около 20 человек и при ее научном консультировании также были защищены три докторские диссертации. Сегодня ученики Лии Шакировой продолжают начатое ею дело. Подготовку специалистов в области изучения и преподавания русского и татарского языков. Соответственно, проблемы их преподавания, в том числе и иностранных языков, обсудили на конференции. Наша конференция проходит в смешанном формате, то есть часть участников принимает очное участие, а часть наших коллег в дистанционном формате. Сегодня на конференции выступят ее дочь, а также коллеги, ученики. Конференция завершится 17 февраля. Мы надеемся на то, что, опираясь на труды Лизы Шакировной и ее учеников, проблемы, которые в настоящее время имеются, они будут успешно решены. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюз. В IT-лицее Казанского университета прошла Республиканская олимпиада по английскому языку. О том, что ждет победителей, расскажет наш корреспондент с места событий. В этом году на базе IT-лицея впервые прошел республиканский этап олимпиады по английскому языку. За пару десятков лет изменился и сам регламент мероприятия. Теперь правила строгие. Никаких телефонов и шпаргалок. Задания присылает в федеральный центр. Происходящее в классе фиксируется на камеру. Однако по-прежнему ценится сосредоточенность и подготовка. По Российской Федерации, наверное, мы один из немногих регионов, которые организовывают олимпиадные движения для учащихся уже начиная с четвертого класса. Олимпиадное движение закрутилось, наращивает свои темпы и превратилось не просто в такое состязание знаний наших учащихся. Они имеют возможность встретиться со своими ровесниками из разных районов нашей республики, проявить себя, продемонстрируя свои знания, ну и, конечно, побороться за призовое место. Самые юные участники олимпиады еще не закончили начальную школу, но уже знают английский лучше некоторых старшеклассников. Многие приехали на мероприятия из других городов, ведь для них это больше, чем соревнования. 28 лет тому назад, в далеком 1993 году, на базе тогда еще пионерского лагеря «Солнечный» состоялась первая республиканская олимпиада по английскому языку. Сегодня и завтра, по прохождению двух этапов олимпиады, мы формируем сборную республики Татарстан, которая будет представлять нашу республику на всероссийском этапе. Результаты олимпиады пока неизвестны, но жюри уверена, всех участников ждет большое будущее. Ариадна Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универньюз. В КСК КФУ «Уникс» прошла спевка – традиционные мероприятия студенческих отрядов, у каждого из которых есть своя любимая песня. Подобные спевки проходят регулярно, как утверждают участники, для души, хорошего настроения и сплочения коллектива. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!